Наша задача, она сейчас, те привычки, которые пищевые, которые сформировал наш мозг, эти привычки изменить, трансформировать, переделать. Если мы будем делать это в лоб, то мы столкнемся со стрессом. Стресс, как мы с вами уже хорошо знаем, это то, что приводит к активизации симпатической вегетативной нервной системы, у вас повышается сердцебиение, и вы как бы нуждаетесь в большем количестве пищи для того, чтобы всю эту психическую активность поддерживать. С другой стороны, когда вы начинаете есть, у вас включаются отделы парасимпатической вегетативной нервной системы, то есть у вас включается пищеварительный тракт и так далее. И дальше вы оказываетесь на этих качелях тревоги, заедания и так далее. Мы вспоминаем Бриджит Джонс, который сидит перед телевизором, ревет в три ручья и поглощает мороженое. Это способ справиться с тревогой и с беспокойством. И вот наша задача — начать менять пищевое поведение таким образом, чтобы не вызывать у себя чувство паники, чувство ужаса, чувство какого-то напряжения. И для этого нам нужна хитрость. Значит, и хитрость эта будет очень простая. Значит, мы в процессе с вами будем определять разные аспекты, связанные с поведением пищевым. И главное, что вы должны понять, что я никогда не буду вам говорить, что чего-то нельзя делать. Вот ни разу. Если я вам скажу, что чего-то... Ну, я могу сказать, не надо себя бить по голове дубиной и так далее, но по поводу пищевого поведения я не буду говорить, что вот ни в коем случае не ходите на Новый год и не ешьте оливье. Сходите, съешьте. В общем, вообще не вопрос. Хотите, я не знаю, на шашлыки поехать? Да поезжайте, езжайте там и так далее, развлекайтесь. Вообще нет вопросов. У нас не будет никаких ограничений, которые бы ограничили еду. Потому что мы воюем не с едой. Вот эта страсть и ненависть к еде — это не про нас. Мы меняем привычки пищевого поведения. И мы должны обмануть свой мозг. Теперь у меня к вам вопрос на засыпку. Ну, вы, наверное, котов видели, которые перебрали, так сказать, с массы тела. Но в дикой природе сложно найти животное, которое бы страдало ожирением. По какой причине?